Игру команды начали очень осторожно. В основном вся борьба шла в центре поля. У своих же ворот соперники старались играть предельно аккуратно. Первый опасный момент создали хозяева. На пятой минуте Гаглаев опасно обрывался в штрафную, но удар у нижегородца не получился. Динамовцы ответили ударом Юнузовича метров с 20, выше ворот. Через несколько минут усилие партнеров завершал уже Артем Бекетов, но мяч пролетел над перекладиной. Нижнему Новгороду долгое время не удавалось преодолеть защитные порядки брянцев, и упор хозяева делали на стандарты. На 28-й минуте Дмитрий Кудряшов мастерски послал мяч со штрафного, но Барановский угрозу ликвидировал. Синебелые в ответ провели образцово-показательную контратаку. В ее завершающей стадии Корнилов делал прострел, но никто из брянцев к передаче не успел. На этом опасные моменты первого тайма были исчерпаны. После перерыва наставник хозяев бросил в бой бразильца Диего, но внести остроту в атакующую линию легионер не сумел. Первый по-настоящему голевой момент второго тайма создали динамовцы. Сорокин ворвался в штрафную и наносил удар метров с десяти. Мяч попал в сетку, но с обратной стороны ворот. А вскоре случился и гол. Корнилов пасом в штрафной нашел Голубова. Дмитрий пробил точно в угол. Казалось, вратарь мяч поймал, но пятнистый предательски выскользнул из рук голкипера и вкатился в ворота. 0-1. Динамо, добившись преимущества в счете, уверенно контролировал ход игры. Последним повлиять на судьбу поединка мог арбитр. За три минуты до финального свистка в штрафной Динамо упал Диего. Нижегородцы стали требовать от судьи пенальти, но арбитр был непреклонен. Бразилиц оказался на газоне без посторонней помощи. 0-1. Динамо доводит свою победную серию до четырех матчей и впервые в сезоне занимает место в десятке сильнейших команд первенства. Дмитрий Кузнецов при содействии пресс-службы футбольного клуба «Динамо». События. Нижний Новгород.